Цифра дня Причина увеличения общего числа, выданных банками кредитов россиянам. Некоторые банки в связи с этим планируют расширить кредитные операции в сегменте потребительского кредитования уверенным в финансовом регуляторе. В студии работает Борис Киргенеков. Приветствую вас. В ближайшие пять минут расскажу о последних новостях из мира экономики, финансов и бизнеса. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Россияне набрали долгов на сбору детей в школу. Часть родителей заняла у родственников и знакомых. Некоторые взяли кредиты в банках. Такой опрос среди сограждан провело агентство МИР24. Более половины российских родителей заявили, что сборы детей к новому учебному году стали серьезной нагрузкой для их семейного бюджета. Около 5% взяли займы в банках. Эксперты подсчитали, что в 2016 году в среднем по стране комплект констоваров, учебников, одежды обошел с российским семьям в 9 тысяч рублей на одного ребенка. Ритейлеры традиционно отреагировали на повышенный спрос на школьные товары. По официальной статистике, в августе необходимая школьникам продукция подорожала на 2% по отношению к июлю. Для обязательных трат понятно. Россияне найдут средства. А вот покупку нового автомобиля могут позволить себе немногие. Агентство Риарейтинг провело опрос среди тысяч штатграждан и выяснило, что даже недорогая новая машина остается непозволительной роскошью для большей части населения страны. Только 20% российских семей способны приобрести новое авто даже при его относительно дешевизне и одобренном автокредите. Машина среднего класса доступна для 6% россиян, а претендовать на автомобиле дороже 5 миллионов рублей может лишь 1% населения. В некоторых регионах страны у 4 из 5 семей нет денег на покупку новой легковушки. Лидером рейтинга по доступности покупки дорогого авто салона среди 85 регионов страны стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Такую покупку может себе позволить каждая вторая семья. В то же время вторичный рынок автомобилей продолжает расти. Новосибирская область попала в топ-10 регионов по количеству легковушек с пробегом. Такую статистику приводит аналитическое агентство «Автостат». На сегодня объем вторичного рынка в России составляет почти 3 миллиона единиц. Показатель вырос по сравнению с 2015 на 9,5%. Лидером среди регионов традиционно остается Москва. Столичный рынок насчитывает 193 тысячи авто с пробегом, показав прирост в 7%. В Краснодарском крае аналогичная положительная динамика. В Санкт-Петербурге объем вторичного рынка увеличился почти на 16%, что обеспечило ему четвертую позицию в рейтинге 108 тысяч единиц. Новосибирская область оказалась на девятом месте. В нашем регионе, согласно исследованию, 72 с лишним тысячи легковушек с пробегом. Интересные предложения. Специалисты сервиса зарплата.ру составили подборку самых дорогих вакансий ушедшего лета. Они еще актуальны и сегодня. Самым дорогим предложением о работе стала должность водителя-экспедитора с собственным авто с рефрижератором. Работнику необходимо развозить продукты питания по магазинам всего Сибирского федерального округа. Он может принятовать на жалование в 200 тысяч рублей в месяц. Следом идет врач-онколог в частный медицинский центр, которому будет выплачиваться 150 тысяч. На третьем месте вакансия прораба по строительству наружных сетей канализации с месячным окладом в 120 тысяч. Замыкает список должность монтажника натяжных потолков. Но это, пожалуй, единичные случаи. В целом же по региону растет количество вакансий с невысокой зарплатой. Об этом сообщает областной Минтруд. На сегодня предприятия региона заявили о том, что им не хватает 34 тысяч работников. Это на 9% больше, чем в 2015. При этом только 15% вакансий предлагают заработную плату выше среднеобластного уровня. С начала года при содействии специалистов центров занятости население трудоустроено 43,5 тысячи человек. 400 из них открыли собственное дело. Председатель Федерации независимых профсоюзов страны предложил Владимиру Путину включить в Гражданский кодекс положение о приоритете выплаты зарплаты перед другими обязательными платежами, даже налогами. Глава государства счел эту идею обоснованной. А вот Алексей Кудрин, глава Центра стратегических разработок, этого мнения не разделяет. Цитата дня в деловых новостях. Конечно, зарплата должна выплачиваться, безусловно, но и налоги не отсрочить. Будут иски и взыскания. Чтобы зарплату вовремя платить и налоги не просрочить, слабые предприятия пойдут на сокращение рабочих мест и сдерживание роста зарплат. Конец цитаты. К этому часу у меня все новости. С ними вас познакомил Борис Киргенеков. Оставайтесь на канале ОТС. У нас много интересного. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова